Всем добрый день! Канал Гетекласс, Андрей Щетников. В прошлый раз я уже рассказал об одном учебнике физики, а сегодня хочу рассказать еще об одном школьном учебнике, который мне попал в руки относительно недавно, ну как раз когда мы начинали заниматься нашим проектом Гетекласс, вот 5-6 лет назад. Это учебник австрийский, отпечатанный в 80-м году, тоже уже давненько, 40 лет назад. Три тома, вот такая физика. Голлинс, Конрад, Литшаур и в 4-м томе еще Брейер. Соответствует он, ну, примерно нашему нынешнему 7-му, 8-му, 9-му классу. Первый круг изучения физики. Чем этот учебник произвел на меня очень большое впечатление? Двумя своими сторонами. Во-первых, он очень классно сверстан, то есть очень внятно, понятно, с хорошими цветными иллюстрациями, вообще так подробно иллюстрирован, вот где бы я его не открыл, видно, что это все здорово, приятно держать в руках. Во-вторых, у него понятная общая логика. Вот в наших учебниках и вообще в нашем курсе физики, почему-то до сих пор считается, что самое главное, это научить школьников решать задачки по физике. Эти задачки, ведь если подумать, это такая относительно примитивная математика. Какие-то формулы, в которые нужно поставить значение, почему это считается самым важным и почему нужно потом на экзамене, общем, вот на ЕГЭ, сдавать, решая вот такие задачки. Этого я, вот, хоть убей, до сих пор понять не могу. И мне кажется, что это ужасно глупо. Хотя, возможно, кто-то из вас со мной не согласится сейчас и очень многие, быть может, не согласятся. Но мне кажется, что когда изучается вот общий курс физики, который изучают все в школе, есть вещи гораздо более важные, чем решение задачек. Это умение объяснять физические явления. А чтобы научиться объяснять физические явления, надо понимать, что каждое явление может быть воспроизведено на опыте. И вот я открываю этот учебник, и в любом параграфе я вижу, что параграф начинается, ферзух, опыт, с описания некоторого опыта. Чем бы мы тут ни занимались, глупый микроскоп открыл я, или тут, например, глаз, это какая-то оптика, да, или вот какое-то тут, какое-то электричество, катодная трубка. Так, или там, например, вот самолет, полет, вертолет, значит, все время описываются опыты, и весь этот вот начальный курс физики посвящен тому, что школьники учатся объяснять опыты. И я должен сказать, что это совсем не мало, и, на мой взгляд, много и премного важнее, чем научиться в какие-то формулы подставлять числа. Ну, наверное, все, что я хотел сказать здесь, ну, еще раз, ну, понятно, что я и в интернете, в общем, вот такие книжки пока что не искал, но не нашел. Но, тем не менее, хотелось просто показать, и хотелось сказать, что, ну, на мой взгляд, есть места, где физику преподают заметно более разумно, чем в нашей родной стране. Исходя из, опять же, на мой взгляд, быть может, вы скажете, что я глубоко не прав. Но я думаю, что уметь объяснять явление, это самое главное, чему школьник может научиться в школьном курсе физики. Ну, вот так. Спасибо вам за внимание.